Девушки отдыхают Девушки отдыхают Единый пулемет, что это такое? Это пулемет, который может работать как с сошек, так и со станка. Также его можно устанавливать на бронетранспортеры, танки, на самолеты, на вертолеты. Вот это и называется единый пулемет. Самые мощные военно-промышленные комплексы США и Советского Союза начинают работу над конструкцией единого пулемета практически одновременно. И требования к нему выдвигают схожие. Помимо того, что оружие необходимы патроны одного калибра, оно должно быть мощным, но в то же время и мобильным. Важным фактором является и экономическая составляющая. Выгода получается еще и в том, что при изготовлении всех этих пулеметов используются одни и те же операции, станки и детали. Они взаимозаменяемы, поэтому это очень и очень удобная вещь. В США за единый пулемет борются сразу несколько компаний. Неожиданно в дело с энтузиазмом вступают и европейцы, оружейники Швейцарии и Бельгии. К тому же актуальным остается немецкое оружие. Оно уже доказало свою состоятельность, но теперь требует основательной модернизации. В СССР свои версии единого пулемета тоже предлагают лучшие мастера Тулы, Ижевска и Коврова. Каждое конструкторское бюро стремится создать лучший в мире пулемет. Но кто же на самом деле сумеет этого добиться? Советские требования к единому пулемету были сформулированы в 1940 году. В 1946 году главным артиллерийским управлением Министерства обороны СССР. Предполагалось, что он заменит стоявшее в это время на вооружении станковый пулемет Горюнова СГ-43 и пулемет «Максим». Новый образец должен использовать тот же винтовочный патрон калибра 7,62, что и его предшественники. Патрон образца 1908 года, винтовочный патрон, в нем используется. Он обеспечивает дальность поражения до полутора тысяч метров. Достаточно эффективно ведется огонь. Обладает серьезной пробиваемостью. Среди других требований к пулемету у него должны быть сошки, как у ручного. Но вместе с тем нужно предусмотреть возможность установки на колесный станок или стационарную треногу. Теоретические расчеты для разработки такого оружия в СССР велись уже довольно-таки давно. Наш конструктор Федоров еще в 1923 году предложил создать такой пулемет, который можно было бы использовать и пехотой, в том числе и в авиации, зарождающейся в то время. Поскольку советская конструкторская школа во многом основывалась на преемственности, Ковровский оружейник Георгий Гаранин предоставил опытные образцы такого пулемета уже через год после того, как было сформулировано задание. Оружие запитывалось такой же патронной лентой, как СГ-43, но было легче и устанавливалось на разные типы станков. Однако полигонные испытания пулемета Гаранина показали неудовлетворительную работу автоматики при подаче ленты и крайне низкую живучесть деталей. Представители Главного артиллерийского управления были настолько разочарованы результатом, что дальнейшую разработку посчитали бессмысленной. На стадии проектов отвергли предложения и других оружейников. Будущее советского единого пулемета оказалось под большим вопросом. Образцом для единых пулеметов армии США стали немецкие разработки. Прежде всего, потому что оказались доступны и конструкторская документация, и производственные мощности. Военные эксперты внимательно рассмотрели ИМГ-34, принятый на вооружение вермахта еще в 1934 году, ИМГ-42, который стал более дешевым в производстве, но при этом именно он был признан легендарным пулеметом Второй мировой. Проектированием автоматического оружия люди занимаются больше 150 лет. За это время испробовали, ну, такую кучу всяких разных конструктивных решений, что сейчас вот что-то такое новое вот взять, придумать, но вот не было этого никогда. Невозможно абсолютно. Появилось какой-то такой удачный образец с удачным конструктивным решением, и все начинают ему подорожать. Изучив трофейную технику, американцы быстро оценили экономическую выгоду. Компания «Сегенау Стиринг Гир», до войны поставлявшая автомобильные запчасти для «Дженерал Моторс», взялась переделать ИМГ-42 под американские боеприпасы. Эксперимент закончился полным провалом. Гильза американского патрона длиннее, и ее намертво заклинивало при подаче. Однако эта неудача эксперименты с ИМГ не остановила. Министерство обороны заключило контракт с другой частной компанией «Бридж Тулф». Ее инженеры решили, если не получается переделать одно немецкое изобретение, нужно взять два. В качестве базы выступал все тот же МГ-42. К нему добавили автоматическую винтовку немецких парашютистов ФГ-42. По сути, американцы просто снабдили винтовку пулеметным механизмом подачи ленты. Получившийся гибрид назвали пулемет Т-44. Выглядел он довольно необычно. Патронная лента подавалась снизу вверх, а лентопротяжный механизм размещался на левой стороне ствольной коробки. Такая странность обусловлена компоновкой прародителя винтовки ФГ-42. У нее магазин находился слева. Стрелял новый пулемет классическими американскими патронами 30-06 «Спрингфилл». Именно такие патроны американская армия использовала во время Второй мировой. Однако такой выбор едва не поставил крест на всем проекте единых пулеметов США. В апреле 1949 года США, Канада и 10 стран Европы подписали договор о создании Североатлантического альянса – НАТО. Для Америки открывались новые возможности. И далеко не в последнюю очередь – экономические. В качестве одной из базовых задач НАТО предполагалось улучшение военной логистики. И в США, и в Европе прекрасно помнили, как еще четыре года назад союзникам приходилось воевать в условиях настоящего логистического кошмара. Патроны и запчасти от британских и канадских винтовок не подходили к американским. И наоборот. Теперь все должно стать унифицированным. Летом 1950 года на Абердинском полигоне в США начинаются мероприятия под названием «Международные испытания стандартизированного оружия и патронов». Побеждают образцы американских оружейников. Они разработали малогабаритный вариант винтовочного патрона. У него такая же баллистика, как у патрона 3006 «Спринфилд». Вот. И они всем своим союзникам по НАТО выкрутили руки и заставили принять его на вооружение как единый патрон для НАТО. Каким бы хорошим ни было оружие британцев и бельгийцев, экономические интересы США на первом месте. Американцы не пустили иностранных оружейников на свой рынок, но и единые пулеметы, основанные на старом патроне, тоже никому не нужны. Проект Т-44 закрыли. Новую версию пулемета под патрон НАТО назвали Т-52. Здесь лента подавалась так же, как в немецком первоисточнике – горизонтально слева направо. Однако полигонные испытания Т-52 выявили массу недостатков. Больше всего военные были недовольны невысокой кучностью. Следующая модификация с новым индексом Т-161 тоже прорывом не стала. Проект забуксовал. Чтобы продвинуть его, Министерство обороны США создает условия конкуренции. Бридж Тул продолжает совершенствовать проект Т-52, а конструкторскую документацию по Т-161 передают компании «Инланд» дочернему предприятию «Дженерал Моторс». Задача перед ними становится одна и та же – довести разработку так, чтобы она, наконец, удовлетворила требованиям военных. От этого сейчас зависело, быть или не быть в Америке единому пулемету. В СССР в 1953 году к конструированию своей версии единого пулемета приступает опытный тульский оружейник Григорий Никитин. Ему помогает молодой выпускник Тульского механического института Юрий Соколов. Работают в инициативном порядке, можно сказать, за интерес. Но через год оказалось, что как в воду глядели. В декабре 1954-го Главное артиллерийское управление объявляет новый конкурс на создание единого пулемета под винтовочный патрон 7,62 мм. Кроме Никитина и Соколова, новую версию единого пулемета представляет Георгий Гаранин. Тульские оружейники Силин и Перерушев решили пойти проторенной дорожкой, модифицировать под новые требования станковый пулемет Горюнова. Опытные полигонные испытания начались в 1956 году. Версия Гаранина оказалась недостаточно надежной и показала низкую кучность стрельбы. Модификация Силина-Перерушева ТКБ-464 регулярно выдавала задержку в стрельбе из-за того, что гильзу разрывало в патроннике. А вот пулемет Никитина-Соколова испытание прошел успешно, хотя и не без нареканий. В условиях высокой влажности отказывала автоматика. Оружие само переходило на одиночный огонь, причем еще и перезаряжать его приходилось вручную. Тем не менее, конкурентов у Никитина и Соколова уже не осталось. И ГАУ приняло решение после устранения недостатков отправить пулемет на войсковые испытания. В США модели, доработанные компаниями «Инланд» и «Бридж Тулл», отправляют на испытания весной 1953 года. Сначала на Бердинский полигон, а впоследствии в стрелковую школу на базе в Форт Беннинге. Если в «Бридж Тулл» решили обойтись минимальным вмешательством, то инженеры «Инланда» подходят к делу более основательно. Пулемет скорострельный, и дальность поражения хорошая. Недостаток же в том, что пулемет сильно накаляется при стрельбе, и надо менять ствол. Как это не покажется странным, в проблеме замены раскаленного ствола инженеры отнеслись довольно-таки легкомысленно. Никаких приспособлений на самой конструкции делать не стали. Бороли за снижение массы. Просто положили в комплект асбестовую рукавицу, которой пользовались на заводе. О том, что в бою не до рукавиц, даже не подумали. Кроме того, сошки тоже крепились к стволу. Их еще надо было успеть переставить на новый. Но если бы дело было только в этом. Новая модификация Т-161Е2 тоже получила больше 20 критических претензий. Дела обстоят настолько плохо, что некоторые в военной комиссии предлагают и вовсе свернуть программу. И просто переделать под новый патрон НАТО браунинги образца 1917 и 1919 годов. Эти эмоциональные голоса так и остались без внимания. В 1956 году разработчики представили исправленную версию с индексом Т-161Е3. Хотя комиссия отметила довольно мягкую отдачу, что позволяло вести огонь на весу с рук, недостатков у нового пулемета оставалось еще предостаточно. Ждать их исправлений возможности уже не было. И получив очередное обещание все исправить, эту модель приняли на вооружение как единый пулемет М-60. Он себя хорошо зарекомендовал. Солдаты его ценили высоко. Прежде всего, благодаря дальности стрельбы. В этом солдаты видели его главное достоинство. И то, что конструкция проста. Его легко разобрать, почистить и снова собрать. Можно взять патроны с его помощью, отвернуть болты и разобрать оружие. В странах НАТО американский пулемет встретили достойные конкуренты. В ФРГ использовали модифицированную версию МГ-42. В Бельгии разрабатывали перспективный ФН-МАК. Так что уговорить партнеров принять спорную разработку оказалось непросто. В СССР пулемет Никитина Соколова был уже практически принят на вооружение советской армии. Оставалось лишь устранить отмеченные недостатки. Однако в ГАУ посчитали, что даже на финальном этапе конкуренция будет только на пользу. И пригласили ижевского оружейника Михаила Калашникова. Видимо, им не понравилось то, что долго шла доработка пулемета по устранению данных замечаний. Видимо, поэтому я думаю, что Владимир Сергеевич Дейкин предложил Михаилу Кенефеевичу заняться разработкой варианта этого пулемета, единого пулемета. Владимир Дейкин, инженер-подполковник главного артиллерийского управления, ранее курировал работы по созданию АК-47 и перед Калашниковым лукавить не стал. Подумайте над конструкцией. Но даже если участие успешного коллектива просто подстегнет Никитина и Соколова работать быстрее, то и это будет хорошо. Ижевцам все было понятно. Ведь конкуренты трудятся над проектом уже много лет. Сделали не один опытный образец и на практике выявили все недостатки. Догнать их шансов немного. Но приняв предложение, на самом деле работать только для вида Калашников не собирался. Тем более, что в создании автоматического оружия ему же действительно было на что опереться. Схема работы единого пулемета, она такая же приблизительно, как и схема работы автомата Калашникова. То есть по принципу работы газов. Газы давят на поршень, дальше взводится механизм и работает автоматика. Многолетними испытаниями доказано, что это наиболее оптимальная схема для такого типа оружия. Всем было хорошо известно, главная особенность любого оружия Калашникова – надежность. Над этим и решили поработать ижевцы. Ведь автоматика конкурентов очень плохо переносит попадание внутрь воды. Не говоря уже о пыли, тем более о грязи и песке. Использование ствольной коробки, где внутри много пустого места. То есть есть место, куда если туда грязь попадет, она просто не будет мешать работе ударно-спускового механизма. То есть контакт самого затворного узла со ствольной коробкой минимален. Это приводит к снижению силы трения. И, соответственно, при запылении тоже благоприятно сказывается на работе автоматики. Над чем следовало действительно подумать Калашникову, так это над устройством подачи патронов. В его автоматах использовались магазины. А вот единый пулемет, вне всякого сомнения, нужно было запитывать лентой. Во-первых, это дает выигрыш в боекомплекте. В магазине помещается максимум 45 патронов. На ленте до 250. Кроме того, из магазина патрон выталкивается сразу в патронник. С ленты же подача более ступенчатая. Затворная рама пулемета комплектуется специальным извлекателем. Он вынимает патрон из гнезда на ленте и плавно досылает его в патронник. Вот это, я считаю, большим преимуществом для пулемета. Почему? Потому что для отката используется сила раховых газов. Поэтому для досылания затворной рамы и патронов вперед требуется меньше усилий. Соответственно, пружина более мягкая, меденагружена она. И автоматика-то работает более плавно. При огромной скорострельности пулемета крайне важно обеспечить плавную работу механизмов. Ведь чем меньше тряски во время стрельбы, тем точнее летят пули. Но для единого пулемета Калашникова патронная лента становится серьезной проблемой. Наряду с тем, что надо извлечь патрон, извлечь гильзу, значит, нанести удар по этому ударнику, обеспечить подачу патрона в патронник. Главное, самая трудоемкая операция – это подача ленты. В конструкции ижевцев патроны пока подаются наперекосяк. Чтобы обнаружить проблемный узел, Калашников предлагает соорудить в цеху трехметровую деревянную треногу, а к ленте прицепить гирю, чтобы подтягивание шло с нагрузкой. Треноги инженеры тут же придумают название – «Виселица». Неблагозвучно, однако именно благодаря ей проблему удается обнаружить и устранить. В систему подтягивания ленты устанавливают дополнительный ролик, облегчающий подачу. В Туле новости об успехах ижевских конкурентов воспринимают без восторга. Говорили в печати, что вот соцсоревнование идет. Но это слова – это не соцсоревнование, а жесткая конкуренция шла между этими конструкторами, предприятиями, чья схема, чей автомат, пулемет лучше, чей примут на выражениях. Калашников едва успевает подготовить опытные образцы ко времени полигонных испытаний. Есть проблема – единый пулемет нужно представить на сошках и на станке. Сошки изготавливали на заводе вместе с пулеметом, а вот станком обычно занималась сторонняя КБ. Никитин и Соколов свой пулемет размещали на станке конструкции Саможенкова. У Калашникова времени на поиски альтернативного варианта просто нет. С просьбой выделить нам один станок Саможенкова мы обратились к своим конкурентам. Однако получили отказ. Понять их позицию можно. Не хотелось делиться материальной частью с соперниками, столь неожиданно вставшими на их пути. Но принять ее сердцем я до сих пор не могу, потому что сам никогда так не поступал. Ни разу не слышал от него какие-то нелестные слова в адрес конкурентам. Того же Коробова, Константинова. Он всегда разговаривал. Всегда говорил об них с большим уважением. Ну, как о коллегах. Отказ от конкурентов Калашников получил, когда был в командировке в Москве. И тут помощь пришла с неожиданной стороны. Владимир Дейкин пригласил Калашникова взглянуть на коллекцию пулеметов в здании главного артиллерийского управления. И позаимствовать любой понравившийся станок. В 1960 году начинаются совместные испытания единых пулеметов конструкции Никитина Соколова и Калашникова. Официально полигонные испытания. Это специальные камеры имеются. Камера запиления, камера дождевания. Ну, пыль, естественно, запиление. Это общее запиление. Потом вентилятор справа, вентилятор слева. После этого переносится в камеру под дождь. Если все проходит, значит, это считается, что он работает в любых условиях. Чтобы проверить работу будущего единого пулемета советской армии в разных климатических зонах, испытуемые образцы отправляют в три военных округа. Прибалтийский, Туркестанский и Одесский. Но по результатам испытаний однозначных выводов военные сделать не могут. В США с 1957 года начинается массовое производство пулеметов М-60 для нужд американской армии. К делу подключается компания Сака Дефенс. Штамп именно этого завода стоит на большинстве ствольных коробок. Так что пулемет часто так и называют – М-60 Сака. Как только оружие оказалось в войсках, солдаты сразу отметили его вес – 10,5 килограммов. Для пулемета, с которым планируется активно перемещаться по полю боя, это проблема. По весу пулемет тяжелый, очень тяжелый. Даже в стационарном положении с ним не так легко обращаться. А другая проблема была в том, что некоторые детали быстро изнашивались. Возникали технические неполадки при заряжании и в затворной группе. Эксплуатация выявила много слабых мест М-60. Но хуже всего было то, что он очень плохо переносил грязь и песок. Последствия были непредсказуемы. М-60 от того, что были загрязнения, даже во время стрельбы мог разлететься на запчасть. Вылетали пружины, что-то у них там отлетало, так сказать, какие-то приспособления. Чтобы хоть как-то защититься, пулеметчики вынуждены наматывать на заглушку проволоку. Странное решение для такого дорогого оружия. Сака Дефенс начинает работы по модернизации пулемета. А тем временем США втягиваются во Вьетнамскую войну. В СССР приемочная комиссия оказалась перед трудным решением. Пулемет, на который в целом никто не надеялся, не отставал ни по одной технической характеристике. При этом Калашников традиционно записал себе в актив надежность. Для военных это важнейшее качество. Пехотный бой – дело пыльное. Казалось, с этой точки зрения выбор однозначен. Однако события принимают неожиданный оборот. Против мнения военных выступает завод-изготовитель. Производить пулеметы должен был завод в Коврове. Но там, не дожидаясь принятия на вооружение, уже освоили серийное производство модели Никитина Соколова. И даже выпустили первую партию в 300 штук. Директор завода пишет в правительство письмо, в котором подчеркивает экономическую невыгодность перехода на другую модель. Советские единые пулеметы заходят на новый круг борьбы. Создается межведомственная комиссия, куда входят представители Министерства оборонной промышленности и Министерства обороны. У меня Михаил Тимофеев говорил, значит, ну, не просто так, а когда я начал ездить на завод-изготовитель, значит, он прямо говорил, можешь, негативное отношение с средней пулемет Калашникова, она, естественно, отличается, существенно отличается. И вся оснастка эта была непригодна, надо было вновь разрабатывать, изготовлять и пустить от пулеметка серийное производство. Промышленники настаивают на том, что в производство уже вложены немалые деньги. Военные отвечают, что вообще-то еще не заказывали это производство. В 1961 году Никитин и Калашников очно защищают свои проекты перед комиссией. В итоге постановлением Совета министров СССР от 20 октября 1961 года единый пулемет Калашникова, теперь он получает официальную аббревиатуру ПК, принимают на вооружение Советской Армии. Поступив на вооружение немного позже, чем М-60, советский единый пулемет оказался достойным конкурентом. Темп стрельбы, теоретическая скорострельность, без учета времени на прицеливание и смену ленты, у ПК 650 выстрелов в минуту, у М-60 550 выстрелов. Начальная скорость полета пулей у ПК 825 метров, у М-60 853. Прицельная дальность ПК 1000 метров, М-60 1100. Как и М-60, ПК использует патрон калибра 7,62. Использование мощного патрона привело к тому, что у советского пулемета тоже довольно-таки быстро накаляется ствол, резко падает кучность и дальность стрельбы. В отличие от американца, в советском ПК конструкторы предусмотрели, чтобы для стрелка эта проблема оставалась не самой важной. Если непрерывно ведется стрельба, то после 500 выстрелов необходимо ствол поменять. Все это делается очень легко и быстро. Поднимается крышка, сдвигается, защелка, за рукоятку ствол снимается, следующий ставится. То есть буквально считанные секунды, и можно опять вести огонь. Еще одно важное преимущество советской модели – ее вес. Конструкторы боролись буквально за каждый грамм. И, как позже выяснилось, достаточно в этом преуспели. Наши пулеметы самые легкие. Из всех вот единых пулеметов где-то на полтора-два килограмма. А представляете, для бойца, который перемещается, тем более пехотного, перемещается по полю боя, каждый килограмм веса – это прилично. Причем здесь не учитывается еще вес патронов в коробке, которые он переносит с собой. Развивая систему единого пулемета, Калашников берется за создание танковой версии – ПКТ. Бронетранспортеры, боевые машины пехоты и боевые машины десанта вооружаются пулеметами. И все это – единые пулеметы Калашникова. Я заканчивал училище танковое, где на вооружении стоит ПКТ в танке. 7,62-мм пулемет. Проходил службу в Афганистане в мазострелковых частях, где на вооружении ПК. Фактически один и тот же пулемет там, ну, с небольшими изменениями. В одном стоит электроспуск ПКТ, в другом – пистолетная рукоятка со спусковым крючком и сошки. Одна из ключевых особенностей новых пулеметов для советской бронетехники – высокая надежность. Это неизменное качество оружия Калашникова. В любую погоду, в любых экстремальных условиях оно стреляет безотказно. Вот на БНД стояло три пулемета Калашникова. Один спаренный с пушкой и два курсовых. Они тоже все безотказные были. Там даже вот на них электроспуски были. Если по какой-то причине нарушалось электропитание, можно было стрелять вручную. Во Вьетнаме американский М-60 поначалу использует только пехота. Предложение установить их на танки отклонено. Зато их начинают массово ставить на речные катера и вертолеты. Было два места позади пилотов – за грузовой палубой, называемой «карманы». Именно там у нас хранилось оружие, и именно пулеметы М-60. Наш командир экипажа и стрелок оба были назначены стрелками. М-60 ставят на вертолеты UH-1 Хьюи, выполнявших функции огневой поддержки и переброски десанта. Вскоре выясняется, что вооруженные пулеметами вертолеты идеально справляются и с эвакуацией раненых. Грузовые вертолеты не были вертолетами медицинской эвакуации. Но у нас было много раненых, а вертолеты медицинской эвакуации не могли приземлиться в так называемых горячих зонах высадки. Только грузовые были хороши, потому что была огневая мощь, чтобы защитить нас. Проблемы в обслуживании пулеметов М-60 никуда не делись. И одна из главных – замена раскаленного от стрельбы ствола. Ты произвел две сотни выстрелов. Тебе надо поставить пулемет вертикально, снять раскаленный ствол и закрепить на его месте другой. В это самое время противник не прекращает поливать тебя огнем, а тебе приходится возиться со своим перегревшимся пулеметом. И еще одна деталь, которую не учли конструкторы – проблема с натяжением ленты. Если Калашников в своем пулемете предусмотрел дополнительный ролик, американским солдатам приходилось подкладывать под ленту консервную банку из сухпайка. Неудивительно, что в конце концов за этим пулеметом закрепилось не самое красивое прозвище. М-60 прозвали «свиньей». Из-за его большого веса и скорости стрельбы пулемет съедал много боеприпасов. Солдаты в любом взводе таскали на себе длинные пулеметные ленты, потому что надо было обеспечивать боеспособность пулемета. В СССР во второй половине 1960-х Михаил Калашников берется уже за модернизацию ПК. Пулемет Калашникова, модернизированный, стал еще на полтора килограмма легче и получил ствол из нового типа стали, более устойчивого к нагреву. Была задача-то поставлена, какая максимально облегчить его с тем, чтобы в будущем снять производство ручной пулемет Калашникова. Став легче, модернизированный пулемет сохранил фирменные качества оружия Калашникова. Надежность и неприхотливость. В 1980-е годы, когда советским солдатам пришлось сражаться в Афганистане, это стало особенно актуальным. Вот когда едешь по пустыне, то пыль текет, как вода по стеклам. Представляете, это все затекало в оружие внутрь, все прочее. Но тем не менее, автомат Калашникова, пулемет Калашникова после этого могли быть использованы. В Афганистане советское оружие проходит жесткую проверку на прочность. Здесь жара и пыль пустыни соседствуют с холодом и снегом высокогорья. И за каждым камнем может поджидать засада боевиков. Но пулеметы Калашникова в очередной раз демонстрируют, каким ни был бы вызов, они с этим справятся. Я все время с собой брал этот пулемет. Шесть коробок патронов. Брал половину бронебойно-зажигательных, половину обыкновенных патронов. И вот в 88-м году при выводе воинских частей с района Гордеза, мы когда туда шли, сопровождали колонну, из кышлака духи начали нас обстреливать. Я выскочил из машины с пулеметом. Лента у меня не в коробке была, а так просто. Она попала в пыль. И вот я стрелял из-под колеса из пулемета. Лента была в пыли, и ни одного отказа не было. Не только надежность делает ПКМ таким универсальным оружием. Важное преимущество единых пулеметов перед ручными – более высокая дальность стрельбы. В афганских горах возможность вести прицельный огонь, находясь за километр от противника, нередко становится решающим фактором боя. В засаду попала группа спецназа. Это бой у кышлака Кабай в 87-м году. Это провинция Кандагар. И наша застава, которая находилась на скале, благодаря этому пулемету они оказали существенную помощь нашим бойцам. В Афганистане ПКМ вооружена пехота, бронетехника и вертолеты. Эта война наглядно показывает – без единого пулемета современной армии не обойтись. Пулемет – это такое средство, это как скальпель у хирурга. Вот примерно так можно сравнить. Представляете, что может хирург без скальпеля? Ничего. Но так же, как без пулемета Калашникова, группа, которая была направлена на решение задачи какой-то. По итогам войны во Вьетнаме Сака-дефенс разрабатывает обновленную версию единого пулемета – М60Е1. Она становится на полкилограмма легче, а сошки наконец-то перемещают на газоотводную трубку. Так что ствол теперь менять гораздо проще. Но в это время американские военные, жизни которых напрямую зависели от качества их оружия, наконец пробили себе право провести закупку на конкурсной основе и выбрали бельгийский пулемет ФН-МАК. Он существенно лучше по характеристикам. Значительно выше скорострельность у него была почти в полтора раза. И этот пулемет можно было крепить на бронетехнике. В 80-е годы эта система стала конкурировать с М60, потому что выяснилось, что ФН-МАК легче и больше похож на те пулеметы, которые использовались в Европе, в войсках стран НАТО. Поэтому было принято решение снять его с вооружения армии США и заменить на ФН-МАК. Представители САК-Дефенс и сенаторы штата МЭН, где находится завод, тут же пишут письма в Конгресс с требованием провести расследование. Военные же ссылаются на результаты объективных тестов, где участвовали американский М60, бельгийский ФН-МАК и швейцарский ЗИГ-МГ-710-3. Последний, кстати, конкуренции не выдержал, что лишний раз подтверждало объективность оценок. Швейцарский пулемет, он ненамного был лучше американского. У него принцип и его действия был основан на полусвободном затворе, в отличие от М60, где газоотводная система была. Она дешевле в производстве была, лучше, надежнее. Под давлением конкурентов М60 начал свой путь к забвению. Поскольку он часто отправлялся в разные регионы в качестве военной помощи, многие профессионалы в мире имели возможность сравнить его с другими образцами единых пулеметов, в том числе и с русским пулеметом Калашникова. И выбор оказался очевиден. Советская система ПК отлично работает. Пулемет легкий и надежный. Его производят по всему миру. Мне он очень нравится. Мне вообще советское и российское оружие нравятся. Идея, принятая в середине 40-х, довольно долго пробивала себе дорогу. Некоторые модели 5, 10, а то и 15 лет. Однако практика показала, что это был все же верный путь. Спор, чье оружие лучше, ведется и поныне. ПК, ПКМ и ПКТ используют в армиях 57 стран мира. Они по сей день стоят на вооружении в сильнейшей армии мира – российской. А это значит, что единый пулемет Калашникова прошел самое важное испытание – проверку временем. Субтитры создавал DimaTorzok